Первопроходец Автор Эргобор Глава 18 Дикэ Доброе утро, что ли. Открыв глаза, я сделал небольшую поправку. Сейчас глубокая ночь. Горло пересохло, кажется, до самого желудка. Я приподнялся на кровати и огляделся. Мгм. Контрлотский госпиталь, Минотаврия отделения. Хорошо. Пройдёмся по стандартному чек-листу. Память в порядке, сознание вроде в порядке, ничего не болит. Страшно хочется пить, ещё страшнее хочется в туалет. Пойду-ка схожу. Опа, это что за фигня. Бинты, да я замодан в них как мумия. Так, с этим разберёмся позже. Справив нужду и подойдя к раковине, я оглянул в зеркало и обмер. Бррр, жутковато. Обширное супконъективальное кровоизлияние. Оно же Two Demon Eye. Как говорил доктор Хаус. Ну и док, конечно, хоть сейчас на Хэллоуин. Только Меркурохром нужен. Пятна крови нанести. Где его теперь возьмёшь? Разматывать бинты идея так себе. Хоть мне ужасно любопытно, что под ними. Ну, хотя бы с арта их надо снять. Не буду же я пить прямо сквозь них. Что ж со мной такое создавал дискорд, что мне так замотали? Так, графин, стакан. Ох, божественно. Как говорил мой сосед по квартире, имя которого я так и не вспомнил, изысканность удовольствия порождается воздержанием. Про что это там он говорил? Ха-ха, да. Да, конечно. О причине, по которой он курил травку от силы раз в две недели. Да, с тех пор, как я сюда попал, прошло... Сколько? Пять недель? За это время я горел. Меня швыряли в стену. Пытались совратить магией. Топили. Превращали в статую. Запугивали. Кусали. И напоследок... Вот это. Что бы там под битами не было. Ничего не забыл? Про чёрт поделись, мне не стиль жизни. Подумать только, я же искренне надеялся, что как только появится свой дом на Аджибе, так сяду туда и буду спокойно заниматься магией. Ага, как же. Хочешь насмешить бога? Расскажи ему о своих планах. Планшета нет, плеера нет, одежды нет. В крови буквально кипит энергия. Сидеть в палате откровенно скучно. Пойду прогуляюсь. Я открыл дверь и вышел в пустой коридор. Спустился на первый этаж и вышел в сад, не встретив ни одной живой души. Ну и хорошо. А то такое чудо, как я, ночью увидишь, заикой останешься. О, знакомая лавочка. Тут твай впервые прочитала мне лекцию про Эквестрию. Вроде недавно была, как будто целая вечность прошла. Хм, интересно, а что потом случилось с Дискордом? Вряд ли после того, как он меня отправил в больницу, ему позволили спокойно разгуливать по Эквестрии. Разве что он сбежал. Сходить проверить, что ли? Почему нет? Всё равно делать нечего, а до дворца недалеко. Когда я добрался до ворот, мордочки ночной стражи надо было видеть. Глаза, чтоб ложки, в лапках короткие копья. Шугнуть, что ли? Не, лучше не надо. Наделают во мне новых дырок, а потом скажут, что так и было. И капитан за них только поручится. Может, даже наградит чей-нибудь втихушку. Свои! Сообщил я хриплым, прокуренным басом уголовника. Летить-колотить. П-профессор? Поперялся назад стражник. Я прочистил гола. Кхе-кхе-кхе. Да, это я. Почему вы в таком виде? Стражники уже оправились от первоначального испуга и опустили копья. Из госпиталя сбежал, пожал плечами я. Так что, мне можно пройти? Лучше не надо, честно ответил земнопони. Не сочтите неуважения. Ладно. Кивнул я. В принципе, мне не так уж и надо во дворец. Только один вопрос. Статуи Дискорда назад не возвращали? Эм, нет. Стражник переглянулся со своим молчалевым коллегой, и тот покачал головой в знак отрицания. Точно нет. Понятно. Спасибо, кивнул я. Доброй ночи. И вам. С облегчением ответил Страж, когда я направился обратно. Странно. Если Дискорда не запихали в камень даже после того, что он со мной сделал, то я явно недооценил желание от Вайлета и компании выполнить приказ Селестии. Впрочем, чего гадать, скоро узнаю. Так. Тем более, что есть и более интересный повод строить теории. Что именно он пытался сделать? Меня сразу же вырубило, значит, это как-то связано с направленной на разум магией. Хотел что-нибудь перезаписать и приложил слишком много усилий? В его духе. Да и объясняет кровоизлияние в глаза. Зачем тогда бинты? Тем более, что под воздействием магии на мне любые раны заживаю с той же скоростью, с которой замерзает плевок в минус 40. Кроме того, предыдущий опыт перезаписывающих заклинаний был крайне болезненным. А в этот раз... Ничего. Искренне надеюсь, что дело действительно в магии, а не в возвращающейся фиксационной амнезии. Уж больно симптомы схожие. Ладно, поживем-увидим. А пока вернусь-ка я в свою палату и дождусь врачей. Должен же меня кто-нибудь проверить. Ну а до тех пор надо кое над чем подумать. Доктор Кэйр, вы даже не представляете, как я рад вас видеть. Произнес я, и едва маленькая одинорожка переступила порог палаты. От неожиданности она слегка вздрогнула. Артур, вы уже проснулись? Она подошла ближе. Как самочувствие? Умираю. Я дождался, пока ее глаза расширятся в испуге и уточнил. От любопытства. Что со мной случилось? Не шутите так, строго потребовала она. Вы не трогали бинты? Как видите, нет. Я решил, что раз уж они на мне есть, то их следует оставить. Правильно, одобрила она. Давно вы проснулись? А, среди ночи. Даже сходил на небольшую прогулку. До дворца и обратно. И только я хотела похвалить вас за благоразумие, воскликнула она. Как вам такое в голову пришло? Ну, чувствовала себя замечательно, лежать было невыносимо. Вы оправдываетесь, словно пегас из Вандерболтов, вздохнула она. Не беспокойтесь, доктор. Я в курсе, когда со мной что-то не так. Заверил я ее. Так, вы знаете, что со мной случилось? Еще бы я не знала, воскликнула она. Я уже написала подробный план своей диссертации по вашему случаю. Диссертации? У меня плохое предчувствие по этому поводу. А еще мне до сих пор не приходила в голову одна простая мысль. Док, сколько я здесь? Сегодня шестой день. Офигеть, шесть дней без сознания. Так, и что со мной было? Прищурился я. Как нам описала Twilight Sparkle, вас атаковал Дискорд. Это я помню. Похоже, что он собирался превратить вас во что-то другое, но его заклинание было разрушено. Тем не менее, до того, как это произошло, вы начали перевоплощаться. Во что? По спине пробежал неприятный холодок. Вероятнее всего, во что-то вроде попугая. Когда вас доставили сюда, вы были покрыты красными перьями. И они сейчас под бинтами? Тихо спросил я. Нет, покачала головой одинорожка. Нам пришлось срезать их вместе с кожей. Ваше тело проявило гиперрергичный неспецифический иммунный ответ. К ее словам добавился сверхъестественный призвук, и у меня тут же заныли зубы. Доктор Кейр, взмолился я. Пожалуйста, никакой медицинской терминологии. Ох, простите, она задумалась. И если говорить очень просто, то вся подвергшаяся магическому изменению кожа воспалилась и начала гнить. А что еще хуже? Нам оказались недоступны традиционные методы лечения. Любые направлены на вас заклинанием, когда вы натеряли стабильность. И более того, ухудшали ваше состояние, провоцируя внутренние кровотечения. Ха-ха, звучит так, будто я спасся чудом. Так и есть, нам повезло. Мы предположили, что если убрать все нанесенные магией повреждения, то через некоторое время подавляющая магию реакции утихнет. И тогда мы сможем излечить вас. И это сработало. То есть, вы сняли с меня кожу и положили в какой-то раствор. Покрыли особой смолой, кивнула она. На следующий день магическая иммунная реакция ослабла достаточно, чтобы мы смогли использовать магию. Вчера мы устранили последние повреждения и перевели вас в обычную палату, где вы спали до сегодняшнего дня. Ха, большое спасибо, доктор Кейр. У меня только два вопроса. Первый, почему я весь в бинтах. Восстановленная магия кожа очень нежная, легко сохнет, у изюма к солнечному свету и любым повреждениям. Нижний слой бинта пропитан специальным бальзамом, который должен был обеспечить увлажнение. А верхний на случай, если вы начнете чесаться во сне. Мы снимем их сегодня. А второй вопрос? Когда завтрак? Улыбнулся я. Я попрошу сестру Кросс что-нибудь принести, кивнула она. И вы не откажетесь потом ответить на несколько вопросов? Мне бы это очень помогло. Конечно, все что смогу. Меня слегка удивила эта просьба, раньше они мной не особо интересовались. Доктор Кайл рыбнулась и ушла во своясье. Зато очень скоро появилась сестра Кросс под носом. Вы наконец-то очнулись! Радостно воскликнула одинорожка и приземлила свою нож у меня на колени. Что тут у нас? Овсянка? Похоже. С изюмом и орехами. Прекрасно. Как себя чувствуете? Замечательно. Словно дрыг шесть дней. Так оно и было. Улыбнулась она. Кушайте, а я пока схожу за ножницами. Еда оказалась вкусной, но после многодневной голодовки, интересно, у них тут есть методы кормления через капельницу, ее количество только распалило аппетит. Добавки попросить, что ли? Неловко как-то. Размышления прервала сестра Кросс, вернувшаяся с медицинскими ножницами. Можно я сам? Попросил я ее. Конечно. Слегка удивилась она. Но почему? Ну... Меня слегка нервирует, когда вокруг меня летают острые предметы, сознался я. Мне так будет спокойнее. Как знаете. Кажется, она немного оскорбилась таким недоверием, но ножницы мне отдала. Я аккуратно поддел бинт острием и начал быстро срезать его с левой руки, сразу обослоем. Сняв разрезанную часть как перчатку, я внимательно осмотрел кожу. Кхм, да... Бледно-розовая, без единого волоска, нежная кумла оденца. И вся в чем-то вроде вазелина с легким пряным запахом. Прям косметическая процедура, сверхглубокий пилинг с последующим магическим восстановлением. Любая женщина обзавидовалась бы. Я быстро срезал острые бинты. Вроде бы все хорошо, с сомнением произнес я. Сестра Кросс, а где я могу помыться? Я вас провожу. Пока мы дошли до ванной комнаты, я успел слегка замерзнуть. То ли из-за мази, то ли из-за недавней регенерации, кожа отдавала тепло слишком легко. Под душ я залез, чуть ли не стуча зубами от холода. Сестра Кросс пообещала принести полотенце и ушла. Новая кожа оказалась через чур чувствительной. Давление в боды было не таким уж и с большим. Но ощущение, будто струйки практически вгрызались в меня, слегка напрягало. Мочалки в больничном душе не оказалось, а жирный крем практически не смывался. Так что к тому времени, как вернулась сестра Кросс, я уже извел почти треть флакона с мылом. «Вот полотенце», – кивнула она, положив указанный предмет на тумбочку. «А вам еще что-нибудь нужно?» «Нет, спасибо», – поблагодарил ее я и вернулся к бесплодным попыткам оттереть себя мазь. «Вот же шалхимики. Не знаю, что лежит в ее основе, но понячьим мылом это точно не отмыть. Так что я плюнул на это и вылез из душа. Принесенное медсестрой полотенце было хоть и меньше, чем в контрлодском храме мытия, но все равно я мог в него обернуться дважды. Возвращаясь в палату, я заметил свое отражение в зеркальной стене и подошел поближе полюбоваться. Хорош! Красные глазищи пугающе выделяются на бледном лице. Еще большую чужеродность ему придавало полное отсутствие волос. Только ресницы остались. Все остальное пропало начисто, включая брови. Хм... Я наклонил голову, чтобы убедиться. Действительно, шрама больше нет. Ну-ка... Да, и на ногах они тоже пропали. Ну, хоть какие-то плюсы. Я вернулся в палату и стал ждать обещанного визита доктора Кэйр с вопросами и последующей выпиской. Дробный цок от магических копыт, я оборачиваюсь и встречаю грудью удар желтой молнии, сбившей меня с ног и обнявшей так крепко, будто всерьез вознамерившейся никогда больше не отпускать. Хватит! Удивился я. Я так рада, что ты жив! Прошептала она, прижавшись еще плотнее. Мысли сразу же направились в привычное неприличное русло. Я и сам рад, но не могла бы ты с меня слезть? Попросил я. Ой! Пискнула она и отпрыгнула назад. Ее мордашку стремительно заливал румянец. Беата, ты тоже тут. Я заметил стоящую в некотором отдалении васильковую единорожку. Что вы тут делаете? Ждем, пока ты очухаешься, конечно же, мыкнула она, подойдя поближе. Мы приехали сюда сразу после того, как Твайлайт вернулась в Паннивиль без тебя. И вы ждали меня все пять дней? Удивился я. Угу, кивнула она. Долго спишь? Вау! Я удивленно покачал головой. Не ожидал, правда. А где вы остановились? В гостинице при госпитале. Как само собой разумеющаяся ответила Трикси. Что у тебя с глазами? Кровоизлияние под прозрачную оболочку глаза. Это не опасно. Пройдет само через некоторое время. Вот почему лечебные заклинания не действовали. Воскрикнула вошедшая в палату доктор Кейр. Надеюсь, на остальные наши вопросы у вас тоже найдутся ответы. Диношка появилась во главе целой делегации врачей. Причем большинство из них я помнил еще по первому разу. Это как раз те хирурги и анестезиологи, которых я благодарил за лечение своих ожогов. Я, если что, с медициной не знаком, открестился я. Мы не ждем от вас инструкций по лечению, заверила меня единорожка-хирург, имя которое я не запомнил. Просто оба ваших случая были в своем роде уникальны, и мы хотели бы описать их с научной точки зрения. Ага, диссертация, я помню. Ладно, кивнул я. Девочки, подождите меня еще немножко. Хорошо, важно кивнула Трикси и отвела в сторонку все еще аллеющую Флеттершай. Начали. Хлопнул себя по коленям я. Если бы я не знал, что послужило этому причиной, мне пришлось идти к местному стоматологу. Настолько у меня ныли зубы, даже после того, как Брит-сопрос кончился. Утешало меня только то, как милые единорожки подвисали, когда я просил объяснить то же самое простыми словами. Еще я краем глаза подметил, что Трикси и Флати мило болтают между собой, безо всякой враждебности. Хоть мне и сложновато представить себе враждебность в исполнении милахи Пегаски. Похоже, что за эти дни они неплохо сдружились между собой. «Наш разговор неожиданно получился более полезен, чем я рассчитывала», — улыбнулась доктор Кейр, когда ее коллеги распрощались с нами и ушли. «Удивительно, что ваш вид смог добиться столь многого без магии», — прозвучало снисходительно. Хмыкнул я, едва удержався от ответной фразы в том же духе. Что-нибудь вроде «Удивительно, как ваш вид с магией не достиг хотя бы того же». «Уверен, что это не последний раз, когда мне предстоит у них лечиться, так что не стоит портить отношения». «Простите», — смутилась она, «я не хотел вас обидеть». «Ничего страшного». «И большое спасибо, что снова вытащили меня с того света». «Это наша работа», — улыбнулась она. «Кроме того, всем очень понравилась вечеринка, организованная на ваше пожертвование». «Так вот, как вы этим распорядились», — хехикнул я. «Прекрасно. Так что, я в описанной могу идти?» «Почти», — кивнула она. «Пара рекомендаций по поводу вашей кожи. Если вы не хотите получить солнечные ожоги, вам не стоит появляться на улице как минимум неделю. И, хоть я и не могу быть в этом полностью уверена, скорее всего, она будет очень сильно сохнуть и чесаться еще некоторое время. И я выпишу вам массе, которая поможет справиться с этим». «Премного благодарен», — кивнул я. «Что-нибудь еще?» «Нет, это все», — покачала головой она, и, вытащив магией блокнот, чиркнула в него название Мази, вырвала листок и протянула его мне. «Рецепт». «Спасибо». Я взял листок и поднялся на ноги. «Беата, а ты, случайно, мою одежду не прихватила?» Глаза Васильковой одинорожки расширились на мгновение, а затем она виновата прижала ушки к голове. «Не страшно», — поспешу успокоить ее я. «Атвет у нее такой, будто я сейчас уволю без выходного пособия». «Доктор Кэйр, ничего, если я позаимствую это полотенце на время?» «Я отправлю ее обратно, как доберусь до пони Вилли». «Берите, конечно», — разрешила она. «И...» «Вы не откажете мне в еще одной просьбе?» «Зависит от просьбы», — улыбнулся я. «Вы сможете присутствовать на защите моей работы?» «Возможно, об этом потом попросит кто-нибудь еще из других врачей». «Конечно, без вопросов. Напишите мне заранее». «Я вспомнил условия, придуманные для Блублада». «Только мне приходит очень много почты, и я читаю только то, что приходит в синих конвертах». «Большое спасибо», — улыбнулась она. «Я скажу остальным, что вы согласны». «Вам спасибо, никаких проблем». Единрожка ушла, оставив меня наедине с Беатой и Флатти. «Ну что ж, пошли домой», — предложил я. «А по пути вы мне расскажете, что сделал Дискорд и чем все это закончилось». «Нам сначала надо заглянуть в гостиницу и взять сумки», — предупредила Трикси. «Я подожду снаружи». Пока поняхи собирали пожитки, я размышлял над двумя вещами. Первое, заходить ли к Селесте или нет. Почему-то мне казалось, что это сделать стоит, но ни одной разумной причины для визита в голову не пришло. Вторая мысль о том, что мне бы надо в больницу прислать комплект запасной одежды и немножко золота, исключительно на всякий пожарный. Надеюсь, Пегаси такси работает без предоплаты, или мне придется ехать за счет кого-то из моих спутниц. Ага, вот и они». «На вокзал?» — деловито предложила Трикси. «Нет, к воздушным каретам», — покачал головой я. «Не хочу ждать весь день». «Так, что произошло после того, как Дискорд челнул пальцами?» «Я... я не хочу об этом говорить», — тихонько ответила Флаттершай. «Ладно», — я повернулся к Трикси. «Я слышала взрыв», — сказала она. «Когда я выглянула посмотреть, в небе с грохотом вспыхивали разноцветные зорницы. А через час ко мне пришла Флаттерша и сказала, что тебя увезли в Контерлот». «И что стало с Дискордом?» — поинтересовался я. «После того, что он сделал...» — неожиданно возмутилась Флатти. «Пусть сидит в камне до скончания веков!» «Но ты ведь сказала ему, что вы друзья!» Удивился я такой вспышки. «И ошиблась», — твердо заявила она. «И как на все это отреагировало Селестия?» «И не знаю. Я поехала в Контерлот в тот же день, как Твайлайт вернулась в Понивель без тебя». Флатти успокоилась так же быстро, как и разошлась. «Только зашла к Трикси рассказать о том, что с тобой случилось. А я решила ехать вместе с ней», — кивнула единорожка. «Спасибо вам обеим», — улыбнулся я. «Вы настоящие друзья. Кстати, Беат, вы на поезде добрались? Проблем с проводниками не было?» «Были». Слегка смутилась единорожка и кинула мимолетный взгляд на Флатти. «Пони не должны так относиться к другим», — грустно произнесла Пегаска. «Трикси хорошая». Единорожка смутилась еще сильнее. «Ага, кажется, теперь понятно, чего это они внезапно сдружились. Вы в одной комнате жили?» — поинтересовался я. «Ага, так дешевле», — кивнула Трикси. «Надо будет им возместить затраты. Все еще не могу поверить, что они торчали тут целых пять дней. Еще хуже, что я не могу понять, зачем они это сделали. Это абсолютно нерациональное поведение. Добраться до дома я смог бы и сам. Одежду они для меня не принесли. Их отсутствие бы ничего не изменило, включая и мое отношение к ним. Но они хотели быть здесь, рядом. Нафига? От всех вариантов только мурашки по коже». Воздушную карету получилось нанять без малейших проблем. И очень скоро мы возвращались в Паневию. «Арт?» Легкое, почти невесомое касание к правому плечу. Видимо, Флаттершай тронула меня крылом. «У тебя болят глаза?» «Нет, нет, тут другое», — я улыбнулся. «Просто не люблю высоту. Я так всегда летаю с закрытыми глазами». «Не бойся, мы поймаем тебя в случае чего», — пообещала Флаттершай. «Спасибо», — ответил я, стараясь держать улыбку. «Но я лучше посижу так». «Ничуть не сомневаюсь, что они меня поймают. Но объяснения, какого черта я прыгнул, у меня не будет. Так что пусть думают, что я боюсь высоты. Мне не жалко». «Хмм, только сейчас заметил, и это очень интересно. Несмотря на то, что я сижу между двумя кобылками, никаких приступов необратимого влечения я не испытываю. Но при этом в больнице, когда Флатти бросилась обниматься, таковой приступ был. Если подумать об этом еще немного, то вырисовывается вполне четкая система. Во всех случаях триггером выступал зрительный образ. Чем дольше всматриваешься, тем сильнее это бьет по мозгам. Полностью аналогично работе Мартида. И в какой-то момент приводит на ту же самую грань, где последствия волнуют куда меньше сиюминутного удовольствия. И решение у этого такое же простое. «Хмм, еще одна любопытная мысль. Надо будет проверить ее сразу же, как доберемся до дома. Где-то на планшете у меня есть подходящий материал. Если можно так выразиться. Черт, стоп, планшету спайка. Надо будет забрать. Заодно узнаю у самого надежного источника, что же там такое случилось. И насчет защитных артефактов. Пора в конце концов перестать служить боксерской грушей для всех, у кого есть магия. Карета приземлилась рядом с домом. Трикси открыла его своим ключом. Я взял деньги и расплатился с пегасами. «В флоте и зайдешь?» Предложил я. «Нет, я пойду проведу своих зверюшек», глупнулась она в ответ. «Я еще загляну к тебе вечером». «Хорошо, буду ждать». Кивнул я и зашел в дом. Одежды с длинным рукавом у меня не нашлось, поэтому я достал бинт, чтобы замотать руки. Я уже один разок имел дело с глубокими солнечными ожогами. Больше не тянет. Зажав край бинта между рукой и телом, я начал заматывать левую руку. И за этим занятием меня застала Трикси, спустившаяся со второго этажа уже без сидельных сумок. «Точно». «Беата, помоги, пожалуйста», – позвал я ее. Единорожка чему-то улыбнулась и тут же подбежала ближе. «Мне надо в два слоя намотать бинт на обе руки». «Запросто», – она подхватила его магией. «А зачем это?» Собираюсь чуток прогуляться. «Но ведь врач сказала не ходить никуда», – нахмурилась Трикси. «Доктор Кейр говорила, что лучше не подвергать кожу воздействию солнца», – уточнил Янг. «Для этого мне и нужны бинты. Кроме того, мне в любом случае нужно забрать планшет, купить мазь». «Я могу сделать это», – воскликнула единорожка. «И поговорить с Твайлайт», – закончил я. «Опять Твайлайт», – вздохнула она. «Не ревнуй». «Я не ревную», – возмутилась она, но, увидев мою ехидную улыбку, замолкла. «Я бесполезная, да?» «Чего?» – поразился я. «Я бесполезная. И я почти ничего для тебя не делаю. Когда тебе нужна помощь с магией, ты идешь к Твайлайт. Готовишь ты самый лучший меня. Ты не можешь меня ни за чем послать, потому что пони меня ненавидят. И я даже вылечить тебя не могу». «Так, кажется, я понял, куда она клонит». «Я не хочу получать деньги просто из жалости. Лучше...» «Тихо!» – резко сказал я, обрывая готовую начаться истерику. Она посмотрела на меня испуганно. «Бинт», – напомнил я. «Ой», – она продолжила наматывать его. Я вздохнул. «Беата, если бы ты была бесполезной, я бы тебя уже выгнал. Сколько ты тут у меня? Четыре дня?» «Десять». «Ах, да. Ну, с моей точки зрения, четыре. За это время ты ни разу не дала повода в себе усомниться». «Я не принесла тебе одежду», – промямлила она. «Ты же не человек, чтобы подумать о том, что она мне вообще может быть нужна», – хмыкнул я. «Блин, Беата, ну что это за сомнения в себе? А где же великость, могучесть и нахальность?» «Эй!» – возмутилась единорожка. «Бинт», – напомнил я, не сдерживая улыбку. «Ой». «Да, фокусировка внимания у нее однозначно не самая сильная сторона. Интересно, не из-за этого ли у нее проблемы с заклинаниями? Надо будет попробовать научить ее чему-нибудь из моих медитативных техник». «Почему ты всегда называешь Трикси Беатой?» – поинтересовалась единорожка. «Не нравится?» «Нет, но никто меня так не называет». «Мне так больше нравится», – угнулся я единорожке Трикси. «Трикси!» То ли треск разряда в шокере, то ли удар линейкой по столу. «Беата» звучит нежнее. Она слегка краснеет. Говоря об этом, он гадал, почему Беата всегда говорит о себе в третьем лице. Голосом рассказчика произношу я. В начале их знакомства человек предполагал, что таков уж ее характер. Меняю голос на халковский. «Трикси не терпеть, глупый поневирский житель! Трикси не терпеть, Твайлайт! А больше всего, Трикси не терпеть личные местоимения!» «Но...» «Эй, да ты смеешься надо мной!» – возмутилась единорожка, и я действительно рассмеялся. «Прости, прости, я тебя не обидел», – улыбнулся я. «Нет», – растерянно произносит она и, наконец-таки, приходит в себя. «Великая и могучая Трикси не обижается на мелкие подколки!» «Вот это настрой!» – одобрил я и в очередной раз напомнил. «Бинт!» «Ой!» Единорожка домотала одну руку, завязала концы и резво принялась за вторую. «Поскольку я ее больше не отвлекал, справилась она гораздо быстрее». «Отлично!» – одобрил я, когда она закончила. «Может, я пойду с тобой?» – предложила Трикси. «Нет», – покачал головой я. «Я еще не готов». «Не готов к чему?» – удивилась она. «Если мы оба покинем этот дом на достаточный срок, то, когда мы вернемся, нас будет ждать вечеринка большого радиуса поражения, или, я не знаю, Пинки. «Ну, мы закроем на ключ?» – с сомнением предложила Трикси. «Ненадежно!» – отмел я ее вариант. «Сиди тут! Пинки не пускать, на провокации не поддаваться!» «Хорошо!» – улыбнулась она. «Вот и договорились. Пойдем поедим?» «Ага!» После небольшого импровизированного обеда, я, взяв в шкафу зонт и закинув на спину рюкзак, направился к библиотеке. Час неспешной ходьбы неожиданно оказался не самым приятным испытанием. Видимо, шестидневная лежка сказалась на мышцах. А, возможно, и магическая регенерация тоже сыграла свою роль, но дошел я на дрожащих ногах и обливаясь потом. Впрочем, в последнем скорее виновата одежда, не подходящая к местной жаркой погоде. Зонт спасал от палящего солнца, но горячий воздух совершенно не способствовал нормальному теплоотводу. «Твай! Спайк!» – позвал я, зайдя в библиотеку. Тишина. Позвав обоих еще раз и заглянув в подвал, я окончательно убедился, что никого нет дома. Как не кстати. Хотя, как посмотреть. Немножко передохнуть сейчас не помешало бы. Сходив на кухню за водой, я вернулся в гостиную и удобно расположился на диване. Подождав добрых полчаса, слегка отдохнув и так не найдя чем бы себя занять, я решил прогуляться до фермы Эплов. Посмотрю хоть, что там такое случилось. Трикси упоминала взрывы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok